Всем привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 16 мая 2024 года. И сегодня у меня для вас две новости о королевской семье. Ну и первая, конечно, это та, которая сейчас разбередила опять весь интернет. И вот такие вот заголовки, что король Карл вздрогнул от ужаса и отбежал, как только он отдернул полотно черное и увидел свой портрет. Как говорится, ничего не предвещало такого поворота событий, но давайте все по порядку, как об этом пишут британские СМИ. В Букингемском дворце представили первый портрет короля Великобритании Карла III после его коронации. Однако полотно оказалось пугающим и вызвало резкую реакцию в соцсетях, где его назвали кровавым. Портрет был написан художником Джонатом Миео, который хотел выделить картину среди других портретов монарших персон и ознаменовать разрыв с прошлым. На ней Карл III изображен в форме Валийской гвардии, которую он возглавлял с 1975 года. Монарх опирается на меч, а над его плечом кружит бабочка. При этом все полотно, за исключением лица монарха, выполнено в ярко-алых оттенках. Это создает впечатление, что Карл III словно купается в крови. И судя по тому, как король отпрыгнул от портрета во время его торжественного открытия, он сам был просто в шоке, стилем исполнения был немало удивлен. Поначалу он был слегка удивлен цветом, но в остальном, похоже, одобрительно улыбался, рассказал художник Джонатан Миео о реакции Карла III на его работу. Что же касается королевы, то Камиле работа понравилась. Глядя на портрет, она обратилась к художнику с фразой «Yes, you got him!» «Да, вы его поймали!» И Ео отметил, что лучший судья портрета – это тот, кто очень хорошо знает того, кто на нем изображен. Художник, кстати, нарисовал еще два портрета королевского семейства. Это, как вы узнали, изображена королева Камила. И на втором портрете принц Филипп, муж королевы Елизаветы II. В интернете же не скупятся на комментарии. Некоторые предположили, что король попал в ад. Некоторые сказали, что король купается в крови. Монархия, она ведь про ценности, традиции, преемственность. То есть живая классика. А тут вдруг такое. Некоторые вспомнили пророчества принцессы Дианы. Впрочем, королевской семье уже давно не везет. Ну и Карл III живое тому подтверждение. Мало того, что он так долго ждал свою корону, говорят, что он самый долгождущий принц в мире, который ожидал свою корону 70 лет. К моменту, когда он получил престол, он успел заработать себе довольно сомнительную репутацию. Британский народ до сих пор злится на принца Чарльза, как его называли в бытность принцам, за измены и развод с любимицей Британии, принцессой Дианой. И все эти зловещие приметы на его коронации, кажется, начинают сбываться. Ну и король Карл III после того, как узнал о своей болезни, что у него рак. И сначала вроде бы нам сообщили, что это рак простаты, а теперь вот все больше и больше появляется новых сведений, что это рак поджелудочной железы, который не излечивается. И король Карл III не доживет до конца этого 2024 года. Ну и, конечно же, король Карл III тоже, вероятно, знает об этом. Поэтому он как-то все больше и больше сблизился с Камилой и отдалился от всех остальных своих родственников, включая своих двух сыновей, Уильяма и Гарри. Ну а королева Камила сияет. Она никогда не выглядела так хорошо, как сейчас. Неожиданно именно она вместо больного короля представляет Британию и имеет право издавать законы и распоряжения, присваивать титулы и даже распоряжаться деньгами семьи. Конечно, она пытается вести себя тактично и не устраивает танцы с бубнами, но само такое решение короля возмутило многих. Также все королевские эксперты заявили, что появление Эндрю, да еще и возглавляющего поход британской королевской семьи, это знак в изменении циркуляра о статусе во дворце. Такой циркуляр обязан подчеркнуть, кто есть кто на сегодняшний момент. Очевидно, что Камила будет указана как представляющая короля на всех мероприятиях. Может даже статься так, что Камила получит звание королева регент. А ведь как все хорошо начиналось! Я вот нашла для вас эту фотографию, которая мне очень нравится. И здесь семья принца еще тогда, Чарльза, в полном составе. Вы видите, да? Его двое сыновей с женами и его внуки. Но теперь все очень резко изменилось. Практически король Карл Третий остался в одиночестве, не считая свою любимую жену, королеву Камилу. Ну и еще одна новость у меня для вас. Королевские источники рассказали, что вместо Кейт, Чарльз приглашает на роял мероприятие принцессу Беатрис. Принцесса Беатрис – это старшая дочь печально известного принца Эндрю, которого Карл Третий сейчас очень сильно приблизил к себе. И теперь принцесса Беатрис будет появляться на всех мероприятиях, на которых когда-то блистала принцесса Кейт Миддлтон. И что касается новостей о принцессе Кейт Миддлтон, то у нас все старые абсолютно новости. Воспоминания о ее жизни с показом фотографий из архива. Ничего нового мы не знаем о принцессе Кейт. Говорят, что она находится в искусственной коме, но это, опять же, неподтвержденные слухи. А вот то, что мы точно знаем, это то, что король Карл Третий вычеркнул принцессу Кейт Миддлтон из всех мероприятий, на которых она должна была в этом году присутствовать. Ну, а на сегодня у меня для вас все, друзья. В следующем своем видео я расскажу вам о том, кто такая принцесса Беатрис. Поподробнее расскажу о ней, о ее муже и о ее сестре, принцессе Евгении. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Всего вам доброго. Берегите себя. Всем пока-пока. Ну и по скриптам, друзья, для тех, кто спрашивает, откуда я так красиво делаю вот эту вот видеосъемку, я хочу сказать, что это видеосъемка со второго этажа обычного рейсового автобуса, который курсирует по нашему острову Уайт. Вот, можете посмотреть до конца, кому интересно, насладиться таким прекрасным видом.